Добрый день. Мы подготовили небольшую презентацию по этой теме. Я бы хотел опираться на нее при своем сообщении. Можно включить сразу второй слайд. Московский городской педагогический университет последние два года активно участвовал в федеральном проекте по модернизации системы педагогического образования. Одна из составных частей проекта по модернизации системы педагогического образования состояла в том, что должна быть пересмотрена процедура организации практик студентов в образовательных учреждениях, в том числе и в школах. Пересматривалась процедура по двум составляющим. Во-первых, увеличивалось количество времени на практику студентов для того, чтобы эта практика была более тесно связана со школой, больше развивался диалог между вузом и школьной организацией. А также это рассредоточенная практика, когда с определенной периодичностью, ну наиболее яркий пример, раз в неделю студенты приходят в школу и в этой школе они опробируют те иные технологии, те иные подходы, те иные методики, которые изначально они запланировали опробировать в вузе. И создается такой тройственный союз между учителями, студентами и преподавателями вуза. Следующий слайд, пожалуйста. И тут появилось, собственно, предложение, о котором меня попросили рассказать. Это в одной из наших школ, школа 1529, что на Гоголевском бульваре, были установлены, ну совершенно, так сказать, специфические, особые, очень качественные видеокамеры в первых классах этой школы. И возникла идея, что если, ну делать это более осмысленно, строить практику, в том смысле, что студенты как бы заранее планируют, рефлектируют то, что у них получилось в ходе практики, они смогут видео просматривать. Их однокашники, одногруппники также могут смотреть, что у них получается, не получается. И определенные занятия разбирать непосредственно в вузе, дальше смотреть, что получилось, что не получилось, корректировать ситуацию. И вот, собственно, это было организовано на базе школы 1529, возникла, ну такая методология построения, теперь мы это так и называем, видеопрактики студентов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну я не буду ее детально рассказывать, есть несколько этапов, так сказать, которые позволяют видеть замыслы, проверять, насколько они реализуются и корректировать, так сказать, студенческую индивидуальную траекторию в зависимости от такой практики. Естественно, что эта работа требует специализированного нормативно-правового обеспечения. Следующий слайд, пожалуйста. Который говорит о том, что нам очень важно, ну, во-первых, согласие родителей, потому что очевидно совершенно, что здесь мы имеем дело с персональными данными, которые, ну, нужно определенным образом регламентировать. Это уже не просто какая-то там видеокамера, которая висит у входа и там, так сказать, смотрит, кто проходит, не проходит в здании образовательной организации. Это вот абсолютно открытая такая ситуация, где в процессе съемки можно прочитать, что написано на доске, что говорят все дети, почувствовать вот атмосферу в классе и, ну, вот, так сказать, ну, достаточно глубоко проникнуть в конкретную ситуацию. Эта нормативная база отработана была и вот эти видеопрактики, в общем-то, стали осуществляться за счет того, что все родители в классах, это не сразу получилось, согласились вот на такого роду работу. И мы понимаем тем самым, что в перспективе, вот сейчас уже более ясно понимаем, что в перспективе, конечно, ситуация с такой вот информационной открытостью и вовлечением всего этого в образовательный процесс, всех, так сказать, больших данных, записей разного рода видеоинформации, диалогов на уроках, это совершенно, ну, такая вот ситуация, которая в самое ближайшее будущее появится во всей нашей образовательной действительности. Пару слайдов про то, как это выглядит. Следующий, пожалуйста. Ну, вот, собственно, так можно смотреть эти уроки, то есть, здесь небольшое там разрешение, но, в принципе, видно все, что на доске происходит, так сказать, можно ловить то, что говорят дети. Дальше. А это ситуация разбора этих уроков, так сказать, просмотра на компьютер, более маленькие группы, где, в общем, все это дело анализируется. Данный задел вызвал к жизни несколько направлений работы, которые, ну, вот мы бы собирались развивать на перспективу. Следующий слайд, пожалуйста. Это, значит, использование контента в видеопрактике при проведении практических лекционных занятий, поскольку на лекционных, например, занятиях мы это пока не используем. Это формирование электронных портфолио, соответственно, и учителей, и студентов, когда студент может в электронном портфолио продемонстрировать какие-то кусочки, как он научился хорошо или плохо вести уроки. Это совершенно другая для нас история с подготовкой заочников, и мы, в общем, собираемся это использовать и на программах заочного образования. И для нас это тоже очень важно, в перспективе это также важно для системы аттестации педагогов. Это формирование оценочных кейсов или фондов оценочных средств, как говорят в высшем образовании, для того, чтобы различного рода ситуации прояснять, задавать вопросы, лучше отрабатывать те или иные моменты, связанные с организацией учительской работы, с отработкой образовательных технологий. Если кто-то бы хотел в этом направлении продолжить работу, и кого-то это интересует с точки зрения как прихода в школу молодых учителей и соответствующей их подготовке, так и с точки зрения анализа всего того, что происходит у вас в образовательной организации, с точки зрения того, чтобы перенять опыт нормативно-правового оформления всей этой истории, у нас на этот счет действует лаборатория образовательного права, и она может учесть все нюансы и сложные ситуации, то можно обращаться по тем контактам, которые указаны на следующем слайде. Это наше управление учебно-методической работы Полежаева Ольга Анатольевна, ниже указан телефон и электронный адрес. Вот это я и хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. Возникли ли вопросы, коллеги, по прозвучавшей информации? Ну, иными словами, можно сказать, что университет владеет сегодня этим инструментом и готов выполнять заказы образовательных организаций, которые увидят в этом рациональное зерно и захотят поучаствовать в проекте. Так, Игорь Михайлович? Совершенно верно. Ну, там, с учетом всяких технических и других возможностей, которые на этом пути возникают.